1 2 3 3 2 1 ну что друзья мы возвращаемся мы возвращаемся к вам возвращаемся к вам самым видимо интересным матчем на сегодня тенакс против next так случилось что next победили зенейшн теперь их ожидает матч против тенакс тенакс в свою очередь обыграли госу и у госу заведомо слабый состав из-за того что всего три игрока из основного состава прибыло соответственно возможно данную игру можно назвать центральным матчем всего тура даже не тура а даже групп да потому что как вариант данная игра определит кто же все же сегодня победит ну что с вами по-прежнему был есть и будет матрикс и мы посмотрим игру next против тенакс ронин играет магиной венга шторм здесь откуда-то шейкер с личом взялись на миде почти убили дума это будет фезблат да фезблат зарабатывает ой 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 хэдшот прилетела только что лаки лаки играет у нас какого-то перепуга фурионом под ником next freezer но тем не менее ребята сделали фб ну а на миде стоит у нас мантис с ником for амир или амер не знаю как правильно видимо в честь самого главного фаната нашей команды который перестал радовать своими картинками которому надо явно подсобраться ну чё шоу матчи next esports arena prime plaza второй этаж три лучших команд алматы и одна из лучших команд россии the nation такие вот дела ладно еще раз по пикам next играют за скоржей магии на венга фурион шторм и клокверк на ботами в байк вол эквал шейкер лич интересный дабл лайн эксклюзив играет на лече шейкером играет у нас эдуард он же нур султан он же злой и страшный серый арес вот на цемке играет кис и virtuos фармит фармит за всех отдувается можно так сказать 1 1 счет на данный момент во встрече 12-3 крипстат шторма 5-1 крипстат не у шторма вот так вот просто сталкет доигрался и его карают его карают мантис я думаю не или мантис наверно все же мантис вот я не знаю с какого перепугу и зачем было лезть драться вижу дабл дэмэдж не вижу препятствий но тем времен на топе пытаются убрать шейкера и шейкера здесь уберут без особых на то проблем пока что все идет гладко у команды нэкс несмотря на килл который они отдали таверу орехом в лицо прилетела ребятам фуриону который делал сейчас блат на хасте но я думаю команда тенакс тоже не собирается шутить были бы они очень даже не против заполучить первое место в данном шоу матче но получится ли это посмотрим после этого тура и ну а пока что а пока что играем пока что играем макину бросают новую вот так вот влетела новую макину макине не очень приятно довольно больно кстати появляется ring of health но уже имеется так на меде неужели опять убьет повторно дума дум пытается драться да второй килл зарабатывает шторм 0 3 о мбарингера сила барфарм это и дела у него идут откровенно неплохо у меня больше всего интересует вопрос что же летит а это 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 не мог не могинь думал что что то летит могиня был очень сильно заинтересован что именно вот такие вот дела ладно перейдем свой взор на ботом на ботами цемочка пришла помогать силоберу пушить тавр отгонять клока клок это все прекрасно видит у нас уже пятая минута игры интересно мне у кого топовый крипстат очень не очень дела обстоят с крипами уронина всего лишь 15 крипов он убил в два раза меньше чем убил силобер ну а сталкет имеющий 0 3 на меде в свою очередь я практически уверен что не знает что делать чего бояться куда бежать цемка наконец-то заработала 3 левел и вкачала ауру интересно девки пляшут фейсбуцы покупают себе силобер ну а счет по прежнему неизменный на меде шторм уже имеет пт бутыль тем временем дум усиленно приближается к сапогу неплохо неплохо потеет виртуоз и вот я думаю что так 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 у нас ничего не происходит ну а на меде в очередной раз убивают сталкета вот это прикол 0 4 сталкет ну что 6 минута 1 5 впереди команда next kz объективно говоря дела идут пока что очень даже хорошо вот что же касается что же касается фуриона есть у него уже на меде медалька ну естественно напомню стоял он не на меде стоял он в лесу здесь тоже есть обратная сторона этой медали ой опять опять полезли убивать сталкета неужели убьют здесь его ребята фурион фурион пытается да убивает сталкета еще становится 0 5 у сталкета на меде И моментально делает телепорт на базу Фурион, на котором, напомню, играет Лаки Все идет очень хорошо у команды NextKZ-Center 4-0 счет у Шторма, 2-0 счет у Фуриона Умер он, правда, разочек от Тавара, но это, я думаю, не столь страшно Ну что, Клокверк забродил где-то, где только можно Честно говоря, вот судя по игре, судя по ситуации, которую мы сейчас с вами видим на своих экранах Какие-то проблемы у команды Тинак с общением по флангам Потому что Шейкер и Лич, им не так легко гангать стопа мид Желательно ходить по своим лесам, а по своему лесу не походишь Ну что, неужели опять? Опять прилетает ракета Клокверка, опять здесь Фурион Правда, приходит Дума, Дума по-прежнему не 6-го левела и надо, надо убивать Мега килл набивает Монтис, 5-0 у него И неужели убьют еще и Дума? Убивают еще и Дума, боже мой, 6-0 6-0 Шторм, все очень хорошо 0-5, по-моему, у Сталкета на меде Дикий-дикий-дикий Шторм Пошла дискуссия в стане команды Тинакс Что в принципе-то своем и неудивительно Потому что... Потому что потому... Неужели будут убивать здесь Силабера? Влетает на Хасте Клокверк Лич, пытается что-то здесь сделать Зацепили Силабера У Клокверка по-прежнему еще Хаст И неужели? Крипы съели... Крипы съели Фуриона Счет становится 2-8, но по-прежнему впереди команда Next Но здесь палка в двух концах Вот честно говоря, честно признаться, мне нравится Сейчас как построена игра у команды Тинакс Потому что... Точнее, у Next Потому что... Ребята заставляют напрягаться команду оппонента в лице Тинакс И они забывают на топе Магину А Магина в этот момент успевает фрифармить Если же Магину надо харасить, чтобы он не фармил, надо быть на топе Если вы харасите Магину, тогда гангают везде, где можно Если гангают везде, где можно Опять оттягиваемся хелповать и опять оставляем Магину И вот так вот круговорот пока что Ну что, 50 крипов у Силабера Поможет ли это ему, я не знаю Голды у него в принципе достаточно На миде 6-0 бегает Мантис 6-0 Мантис, влетает он Шейкера Ультит сюда Фурион И надо, надо лететь Влетает, влетает сюда Неужели, боже мой, викидсик Викидсик делает Мантис 7-0 счет, 40 крипов Ну что, 10-ая минута игры 2-9 Счет, напоминаю, впереди команда Next Но можно констатировать один факт Что у команды под названием NextKZ Намного лучше получается играть Расславленно и не напрягаясь Это факт А почему-то Все серьезные игры Во всех серьезных играх Ребята испытывают проблемы Ну не во всех, но в большинстве Своем Так Что это такое? Что это такое? Засмотрелся я на свои техпараметры И здесь сделали килл Убили, правда, каким-то образом Мантиса Загулял он Отдал килл Горит у меня уже Какого-то перепуга Рация Сообщая мне, что Что-то неладно Кажется, проблема в датском королевстве Фиссура от шейкера на меде Будут пытаться зацепить Клокверка Но лишь был очень далеко Я думаю, ребятам здесь Некуда ломиться Вперед вообще 3-10 Чет впереди Next Интересный, конечно Биллдордер имеется у Фуриона Медалька, сапог и деньги Деньги про запас Да 0-7 Думбрингер 0-7 Думбрингер Кстати, подтягивается Немножечко по крипам Ой, да ладно Засмотрелся я вам Запоказывался По старой доброй схеме Убили сила Бера Загулял он Каким-то образом На меде За что его и Наказали, собственно Ну что 55 крипов Магина У кого больше У кого больше Топовый крипстат На У команды Next И я думаю, что У Тенакс есть что-то Сказать против Эта 68 У сила Бера Да Вот так вот Дела Интересно мне Будет ли это Вангард У Ронина Либо Мы увидим в этой игре БФ Честно говоря Я пока Не в курсе Тем временем На ботами Забрали тавер Next Забрал тавер Монтис Играющий с ником Foramir Или Амир Так что Вот вам Живой пример Что все творчество Все, что пишется В нашей группе Ничего не оставляют Ребята без внимания Напомню, что Вот этот персонаж С именем Амир Или Амир Отличился Своими картинками За что Команда Величает его Главным фанатом Любой из вас Может Прославиться За счет команды Next Только стоит Посещать группу Вконтакте Ru Слэш Next Dota И Креативитом Фан Артом Вот и все Ладно Возвращаемся к игре Команда Next Давит тавер На миде И приближается К тому, чтобы Забрать его Будут ли Разменивать тавра Полетят ли Телепортировать они Топ или нет Я не знаю В смысле Телепортироваться На топ Пока что Тавра забирается Без особых Проблем И вот так вот Все Получается Кстати будет Вот вопрос Что будет собирать Фурион Фурион будет Собирать Мекку Это однозначно Да Подтянулись Людишки Стало их Немножечко Побольше Я напоминаю Что мы смотрим Игру Тенакс Против Next Возможно Одно из Центральных Матчей Сегодняшнего Тура Сегодняшнего Мини Шоу Матча Вот куда-то Полет Сейчас драться Вдвоем Пытаются Склеить Сила Бера Шторм С Фурионом И будут ли сэвить Да поняли Поняли Инфу Ребята Что влетел Сюда Дум Брингер И теперь Надо им Убегать Отсюда Но Ой-ой-ой-ой Хорош Фурион Хорош Фурион И На этом Все и Заканчивается Но Шутки ли У Сила Бера Все равно Полным-полно Денег Все равно У Сила Бера Полным-полно Денег Что скажет На это Магина У кого Больше денег У Сила Бера Или Не у Сила Бера У кого Больше бабла Убивает Тавр На топе Магина Имеет Нормальный Денег Одинаковое Количество денег У них Практически С Сила Бером Приблизительно В таком ключе Все и Разбивается Интеллект Так Такс Такс Ну вот Здесь в ответочку Будут пытаться Забрать Тавр Командой Я думаю Тавр Задефит Или нет Задефит Или нет Задефит Или нет Тут просто Уже прилетела Ракета От Клока Если сюда Сейчас влетит Еще ульт Фуриона Да Тавр Отдают Даже не пытаются Ничего сделать Ребята Если сюда Еще влетит Ульт Фуриона Можно было бы Нормально Так задефить Честно признаться И уже Ситуация С баблом О да О да Это все таки Будет БФ Уронено На этот БФ Уронено Я думаю Сила Бер Ответит Сакридом Приблизительно Такая ситуация Сейчас по деньгам Происходит Вот он БФ Магины Фарм Байм Магина Будет Продолжаться И Подпаливают Клокер Как где-то Как-то загулял Иквол Иквол И его убивают Несмотря на Вангард Несмотря на Тучу айтемов Ну не на тучу айтемов На Вангард Да допустим Тем временем Шторм Продолжает фармить Низ А Магина Продолжает фармить Вверх Что же Делает наш Фенга Фенга бегает Кругами Все в принципе Сейчас понемножку Фармят Сила Бер Тоже Подфармил Есть у него Бабло на Сакрид Я думаю что Сейчас он его и купит Да Есть такое дело Тем временем Магина Извращается в лесу С крипами Клок Что же делает Наш Клок Да вот он Сакрид Прилетел Сила Беру Ну и под шумок Ситуации Команда Некст Забирает Рошана Аегис Аегис Подбирает Шторм А Магина Ни на минуту Не останавливается Фармит Далее Фармит Дальше Интересное решение Конечно Посмотрим мы Что будет покупать Ронин После ПТ И БФ Как он будет Выкручиваться Из этой Ситуации Фарм Продолжается Потыкался Здесь немного Лишь Фармит Дальше Магина Интересное решение Предпринял Сталкет Купил он себе Виталити Бустер Видимо Будет пытаться Дособирать Вангард Отмечу Что Килл Свой важный Килл Сделал Сталкет И 1-7 У него На Думбрингере На миде Ну а так По игре Можно сказать Что Что можно сказать 4-11 счет Килл Не очень много Команды все же Играют по собране Чем Матч Игосу Против Тенакс Где было Туча мяса 44 фрага За 23 минуты Или там За сколько За 27 Вот Такие вот дела Напомним Что у Шторма Имеется Аегис Мне на минуту Не сбавляет Фарм Ронин Мне очень интересно Что же у него Здесь Будет И Что-то Неладное Почуял Фурион Так Да ладно Неужели Не убив здесь Ронина с Пауэртретцами На Интеллидженс Два телепорта Фурион Клокер Ну и покарали Здесь Лича За неудачный Ганг Был наказан Алексей Лич Наказали Знаете Там Дали по щам Плохо Гангнул Умирай Ну Так Че Ну мне кажется Что ЦМ Того не подозревает Но Стала жертвой Расправы Да Разорвало ЦМ А дум Приближается К брасеру Друзья мои Фурион Продолжает Фарм Никуда От фарма Он Не Не Девается Фармит Как Царь И 4-13 Счет 4-13 Счет В нашей Игре 4-13 Счет По моему Есть завет На этому Силобера Я вот до конца Не уверен Но Находят Находят Здесь Силобера И Он умирает Но тем не менее По моему Все что надо было Купить Он купил И это конечно Для него Огромный плюс Так Ну че Вг Вг Смотрю На клокверка Вижу Полторашку Вг И клок С сапогом И бутылкой Плэнс Волкер Клок Такой вот Такие вот Айтемы Незаурядные Айтеми У клокверка На 20 минуте Игры Напомню Стоял он Соло Хард На ботаме Против Силобера К которому Еще Постоянно Кто-то Подтягивался Ну а Ронин Уже Имеет Более-менее Бабла И вот Мне больше Все интересно Какой же Айтем Будет следующим Какой же Какой же Айтем Нужен Могине После фаст БФ Это для меня До сих пор Остается загадкой Возможно Сейчас мы Выясним Проясним Ситуацию Наконец-то Раз и навсегда Появляется Аркан Буц И у Клока Хорошее решение Где Где же Наши Тинаксы Так Ну че Да Вот он Заветный Айтем Вот он Тут Заветный Айтем Сейчас Все будет Хорошо По идее Нон-стоп Пилит Крипов Ронин И тем временем Под шумок На ботами Падает Тавер У команды Тинакс Тавер Уходит В актив Фуриона Напомню На котором Играет Лаки Под Ником Фризер И вот Да Радианс Видят Ребята Радианс Но Сила Бера Вообще Даже Нет Сапог Поэтому Стоит ли Стоит на него Напасть И будет Дело Дрянь Так У нас По-моему Пошел Сплитпуш От Некстов Сплитпуш От Некстов Тавер На топе Забирает Ронин И понимают Тинаксы Что не смогут Забрать Даже первый Тавер На меде Вынуждены Отходить И вот Так Улетает Отсюда Шторм Приспокойнейшим Образом Никто Никого Не забрал Ну а тут Магина Развлекает Всю команду На топе Нафармил Немало Денег Кстати Где-то Иквал С кем-то Где-то Убил ЦМ Да ЦМ Где-то Выставилась Видимо Влетел У него На хасте Клок Так Ну что Что же Что же Показывают Сейчас Классику Сплитпуша Команда Next И теперь Мне понятно Какой следующий Айтем Будет уронен Это конечно же Будет Хёртов Тараски Неплохой Такой Айтем Полезный Линкин Сфера Появляется У Шторма Вот куда-то Очень далеко Залез Клокер Куда-то Очень далеко Залез Клокер Ставит Хорошая Коги И отгоняет Всю Вражескую Команду Фиссура Шейкера Ничего Не делает Абсолютно Ракета Влетает Сюда В эту Тусовку И посмотрите Как немного Хитпоинтов Остает Солича Несмотря на То что Есть у него Мека Ну Мне кажется Что Мне кажется Что Здесь Все Будет Серьезно И сурово Ну а Следующий матч Который мы посмотрим Мне кажется Будет это Тинакс Против Зенейшн Последний матч Тура После чего Ребята Возможно Останутся Потренироваться Между собой Но официально Час шоу матча Будет Завершена Напоминаю Что Шоу матч Устраиваем мы В Испортс арене В центре Некст Прайм Плаза Второй этаж Алматы У нас здесь Клево Если кто-то Слышит Мой голос В центре Но не знает Что с этим Поделать Вам В психушку Обращаться Не надо Можно просто Смотреть на плазмах За игрой И слушать Комментарии Вот и все Кстати На самом деле Туча бабла У Фуриона Очень хорошо Чувствует себя Команда Некст Я вот не знаю То ли То ли у них Какой-то пунктик Насчет команды Тинакси Им хочется Их сильно обыграть То ли игра Просто сама по себе Складывается Ладно вернемся В нашу игру Здесь то Что творится Полным ходом Происходит сражение Убивая Не убивая Шторма Есть у него Аегис И сейчас С Аегиса Можно накручивать Убил Лича Не успевает Цемка дать кубик Убил Лича Шторм Здесь на развороте Можно давить Что собственно и происходит Ракета Клокерка Боже Как же здесь больно Там будет команде Тинакс Как же будет больно Команде Тинакс Входит сюда Шейкер Дает ульт Тычка в дума Контрольная Доминейтинг Трипл килл И вот так ГГ Пишет Сталкет Иливает За 25 минут Победа Достается Команде Нэкскизэс Чем мы ее поздравляем И буквально Через пару минут Мы начнем матч На стриме Тинакс Против Зенейшн Не переключайтесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому